Всем привет ребят, с вами MegaObzor.com, последние несколько месяцев наблюдается взрывной спрос на видеокарты начального и теперь уже среднего уровня. Это все прошло на фоне снижения цен на видеокарты Nvidia и роста спроса со стороны шахтеров. Причем на начало лета сложилась интересная ситуация, когда с полок практически смели все видеокарты уровня GTX 1060 и тем более RX 480 и ниже. И на этом фоне самая удачная покупка сейчас для геймеров стала GTX 1070. Она дает запас по уровню быстродейства в современных играх с разрешением 2K и Full HD. При этом ценник остался вполне доступным для массового пользователя. В августе мы проводили тестирование карточки Aina 3D iChill GTX 1070 X3 и тогда нас просили спросить и ответить, насколько будет отличаться карточка Aina 3D GTX 1070 iChill X4, для чего там дополнительный боковой вентилятор и сегодня мы с этим вопросом разберемся. Поставляется она в коробке с темным оформлением, на крышке красуется название серии iChill, внутри карты и комплектующие зафиксированы на спиненной подложке. Комплектация включает логотип на корпус, инструкцию, рекомендацию по выбору блока питания, гарантийный талон, диск с программным обеспечением, ключ для разбора кожуха, ключи для 3D Mark, здесь же покупатель обнаружит и коврик под мышку, набор на зависть с конкурентом. Отличительной чертой Aina 3D GTX 1070 iChill X4 стала установка дополнительного четвертого вентилятора на боковой грани, его задача заключается в притоке воздуха при размещении видеокарты в ограниченном корпусе, это могут быть как компактные корпуса, например кубики, а также установка пары видеокарт в режиме Sly. Все четыре вентилятора тут поддержат автоматическую регулировку оборотов и остановку при отсутствии нагрузки. Для визуального контроля нагрузки с этой же стороны выведен подсвечивая логотип серии. Синий цвет нагрузки нет, зеленая невысокая, и работающие вентиляторы желтые, средние, и красная тоже высокая. Дополнительно подсвечивает светодиодная вставка под кожухом, при обычном размещении она остается скрытой от глаз, но не будем забывать, что корпуса есть из поддержки вертикального размещения карточки. INA 3D 4x1070 iChile X4 выглядит брутально и технологично. Минимальное количество пластика в основе металл, обеспечивающий жесткость и долговечность. Обратную сторону защищает перфорированная пластина, наполняющая функцию защиты и дополнительного пассивного отвода тепла. Массивный радиатор закрывает всю площадь, обдувает три вентилятора с измененным рельефом. Питание подает через один 8-пиновый разъем, есть поддержка Sly. Длина видеокарты вместе с охлаждением 31 см. Кожуху выступает за пределы платы. На заднюю панель выведены 3 DisplayPort, 1 HDMI и 1 DVI Dual Link. Основная свободная площадь представляет собой решетку. Радиатор двухсекционный, с контактной площадкой, 3-мя 10-мм медными трубками и 2-мя 8-мм. На печатную плату установлена металлическая пластина с парой дополнительных трубок, контактирующей с силовыми элементами. Для увеличения эффективности есть ребра. Питание графического процесса шестифазное и одна фаза для памяти. За управление отвечает UP9511. Чипы под память Micron. Разогран память до частоты 9000 МГц. Процессор 1620 МГц разогран. Сейчас вы увидите данные синтетических тестов. Напомню, что более подробная информация по ссылке в описании к этому видео. Это полный текстовый обзор. Там же графики, там же сравнение с карточками, которые у нас были ранее. Здесь мы не будем перегружать этот обзор графиками. И лишней информации для более простого восприятия. И там же, кстати, можно посмотреть производительность ее в 4К разрешении. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»